Перед началом рождественских чтений все желающие могли осмотреть обновленный Успенский дом культуры и ознакомиться с выставкой, которую подготовили учащиеся и педагоги воскресных школ. Мы попытались как-то представить структуру нашего приходского центра, и она вот у вас перед глазами. То есть у нас есть и православные классы, и библейско-богословские курсы, и детская хоровая школа Одинцовского благочиния. Мы сотрудничаем с Одинцовской общеобразовательной школой номер 8. Вот здесь фотографии все представлены. Молодежный центр у нас есть. Нравственные ценности и будущее человечества. Именно так звучит тема 15-х Одинцовских рождественских чтений. Выбор такой темы не случайный. Она призвана обратить внимание на то, что существование человечества вне нравственности невозможно и больше того погибельно. Основная цель рождественских чтений – содействие нравственному воспитанию молодежи, сохранение и развитие лучших традиций, национальной культуры и приобщение к духовным ценностям. Если мы с вами живем в это время, значит Господь дает нам силы на то, чтобы изменить что-либо негативное в этой жизни. И мы имеем с вами силы на то, чтобы преодолеть все трудности и идти дальше путем добра, мира, идти к Богу. То сотрудничество, которое есть на высшем уровне между Церковью и Государством, и то сотрудничество, которое есть долгие годы между администрацией Одинцовского района и Одинцовским благочинием, дает нам право утверждать, что мы действительно сможем преодолеть все трудности, которые возникают на том пути, который мы проделываем совместно. Со словами приветствия к участникам чтения обратились исполняющие обязанности заместители руководителя администрации Вера Стрельникова, заместитель руководителя районного отдела социального развития Наталья Караваева, заместитель начальника управления образования района Жанна Шрамко и глава сельского поселения Успенская Владимир Горяев. В начале чтений состоялось подписание договора о сотрудничестве между управлением образования Одинцовского района и Одинцовским благочинием. Надеемся, что идеи, заложенные в новом соглашении, послужат общему созиданию, продуктивному и долговременному сработничеству по формированию нравственных ценностей у детей с самого раннего возраста, а также их родителей, ну и, конечно же, учителей. Участниками 15-х рождественских чтений стали воспитанники воскресных школ и ученики образовательных учреждений района. Она благонадежденно рассказала про исповедников и новомучеников Одинцовской земли. Егор Гололоб поведал о мудрости оптиных старцев. Нина Колпакова познакомила гостей с образами Рождества в лирике Серебряного века, а завершил чтение доцент Московской духовной академии, главный редактор научного портала богослов.ру, протеерей Павел Великанов. Каждый участник смог поразить зрителя глубоким и проникновенным выступлением и вдохновить участников чтений на добрые дела. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.